вот дорогие друзья мы переходим непосредственно к массажу мануального массажа спины пока мы наносим масло мы уже делаем поглаживающие движения вот мы его тихонечку как бы входим в контакт с человеком не забывайте его положить вашего подопечного правильно если мешает все-таки этот локоть да попросите или сами уберите его вверх потому что надо ближе находиться да и чтобы бережный позвоночник не нагибаться вот так вот земель а как можно ближе вот работать руками ближе к животу к своему здесь можно начать еще более раннего вступления в контакт с пациентом одну кладете на крестец другую на голову на макушку прямо да вот так постарайтесь с ним войти в контакт говорится дыхание почувствовать это довольно таки тонкая филигранная техника с которым можно уже начать диагностировать человека но это надо посвятить определенное занятие поэтому сейчас мы просто ее используем для того чтобы эти в контакте я уже чувствую как он дышит он привыкает к нашему действию руками продолжаем дальше разогревать и подваживать его стирая масло одновременно да все наши движения ведь как направлены вот ключичную область мышечную и в паховую область несколькими такими плавными мягкими движениями мы продолжаем входить в тело пациента дело в том что если вы сразу начнете что-нибудь грубо делать там да локтем там например да или лежать как-то резко там да или мануальной техники использовать человек но даже может быть он вам и доверяет сам может ваш друг да но тело можете доверять тело им владеет подсознание сознательный человек готов а подсознание все равно это блокирует иногда и вот это очень плохо никогда не допускайте блокировку потому что напрягаются мышцы по мускулатуре напряженные больнее вам будет ему будет больнее когда вы делаете да потихонечку тело должно расслабиться и полностью вам отдаться поэтому чтобы она отдалась мы с ним как бы договариваемся помните как в маугле говорили ты и я мы с тобой одной крови мы селом человека одновременно уже входим с ним контакт и физически да и телесные и наши ауру уже пересекаются да и энергетические всякие меридианы закольцовки такие образуются уже потихонечку ведь я усиливаю я уже это дело достаточно сильно уже пальцы остапливаю пальцем начинаю проглаживать дальше мы к непосредственно разминанием еще не переходим переходим к такому быстрому растиранию круговые такие вот спиральвизные движения снизу вверх можно сколько угодно сделать достаточно как правило вот два-три прохода потом продольные движения резко так вверх сбоку по центру позвоночнику можно только в этом случае может позвоночника потому что раз открыта ладонь вы сильно на него в общем-то и не давить далее сразу переходим к растиранию на ребром ладони ладони мы устанавливаем ее достаточно глубоко и жестко прямо вот в промежутке стараемся между расчистыми отростками позвоночника да и вот этим валиком мышц между местом впадина вот сюда внедряемся и растираем вот здесь условно говоря для этого делим позвоночник на на участке до несколько участков раз участок два три четыре участка до нужно тогда с двух сторон дело давить это же в принципе можно даже с обоих сторон делать вот так и раз одновременно с двух сторон но на наши техники мы используем именно по одной течение крови да я именно настаиваю с одной стороны слева начинать помните в прошлом говорил значит разделив на четыре части условно да ну так визуально вы делаете такие как бы называется стежки то есть опять же все движения делаете три-четыре раза 5 это много да один-два раза это как-то считается мало да что бывает вот ну допустим вы говорите 5 это много что бывает когда сделал больше чем да ничего не бывает это не навредит просто понимаете у меня все рассчитано по времени то есть от головы до ягодиц и работаю человеком полчаса поэтому у меня вот как бы на вот эту часть уходит всем с половиной минут 8 минут на вторую часть тоже 8 минут уже 16 получается до 8 потом уходит на обработку ягодиц примерно там по пять минут это уже получается сколько 26 минут примерно четыре минуты где-то на голову уходит да и где-то там одна минута на завершение еще общий таки завершающий этап то есть тут получается здесь я делю тело значит раз участок два три четыре пять участков и шестой завершение завершающие тогда поэтому вот я считаю считать удобнее понимаете вы можете для ускорения сделать не на вот я как как делю до сначала четыре стежка делаю почти четырем участка потом по трем участкам потом по двум участкам там можете по 10 раз делать если вы разделите на один участок да и дальше на один участок раз два три четыре вот это ну как бы достаточно потом заметьте как я двигаюсь я стою широко вот у меня стойка такая как бойцовая стойка у этих акидошников да вот правильно сказал во многих восточных единоборствах такая стойка чтобы рука моя шла вдоль моего энергетического центра вот потом движение если вы занимаетесь восточными единоборствами не знаю 7 чуть повыше чтобы это было было мои ноги ноги видно но ноги да вот чтобы движение шло от пятки помните как там удар не делают не рукой и нет плеча а именно в пятки от пятки мое движение переходит в бедро плечо и до конца выбрасываю руку вот так же здесь чтобы максимально сделать движение я его делу от пятки 5 отрывается пола так быстрее согревая пациента быстрее передаю ему импульсу и быстрее энергетику передаю он сразу быстро готовится потому что на эти растирания ну нет смысла много времени это пусть вот в других техниках массажа пусть они там растирают по долгу тереть 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 по полчаса потом не приходит пациент с жалобами вот и пошел на массаж туда-то туда-то там не только потерли и все уже не хватает у нас и таки массаж идет мануально с воздействием на глубокую на глубокие ткани человека на продолжаем разговор растерли здесь вертикально до делаем выжимку вот такую то есть полностью как можно шире захватываете вот этой части или всей ладонью вместе большим пальцем может дальше выставляется до конца область человека девушки говорят ой вы так меня захватываете прямо как это всю сразу ходу одну ладонью есть покрупнее люди поменьше если ваш ладонь маленькая дата значит два прохода один раз здесь здесь по центру не касаясь позвоночника вдоль вот этой ямки где заканчивается мышцы чтобы усилить выжимающее это движение я накладываю вторую руку на всю ладонь иду уже медленно непосредственно выжимающее движение это наше воздействие на лимфа систему поэтому движение заканчиваю там подключиться можно поподробнее подключиться это я на заканчиваю покажу вот например у меня два прохода до один проход и делаю здесь туда как бы стекали прям вот туда прям до косточки в косточку нам почувствуете да вот тут прямо вот возьми рукой до вода пришел с этой стороны вот сразу с ягодицы может начать здесь ведете руку да вот еще раз утяжеление пошла волна говорится надо не гони волну мы наоборот гоним вам нам это важно вот раз и подмышку туда ход загнули увидели да туда раз и ушли ну есть разные прям движение может такие специально делать для лимфы да туда и угнать вот все выжимающие движения они запомните они прямолинейные должны быть прямолинейные и берем всю ткань как бы да не как-нибудь крутим там да не завитушки такие делаем а именно прямолинейные вот так вот я центр периферии вот туда вот мы выжимаем и вот под это вот область да вот туда туда это что